26 октября страна переходит на постоянное зимнее время. В связи с этим всем потребителям электроэнергии необходимо перепрограммировать свои двухтарифные счетчики. Кроме того, в Ивановской области отменяется льготный тариф на выходные и праздничные дни. То есть, будет ли теперь выгоден двухтарифный прибор учета, каждый решит для себя сам. Кроме того, в Ивановской области был единственным субъектом с 2007 года, который данную льготу применял. И, конечно, Владимир Николаевич сказал, что это незаконно. Я говорю, что это законно. Так были соответствующие постановления правительства региона, и мы на эти шаги шли для наших жителей, насколько это было возможно. Мы уже видим, что более 10 лет данная функция у нас применялась для жителей, и они получали соответствующую льготу, несмотря на действующее законодательство. Стоить перепрограммирование будет от 700 до 1200 рублей. Каким образом это ляжет на плечи жителей, пока не ясно. Возможно, придется отдать сумму единовременно, либо ее замаскируют в тарифы. Дополнительно этот вопрос прояснят в этом году. После 1 декабря мы в пресс-конференцию проведем дополнительные информации, за чей счет будет проводиться, перепрограммировать. Так, на сегодняшний день четкого постановления нет. Есть разъяснение, что да, собираются делать постановление на уровне Российской Федерации, и уже на ту или иную организацию закладывать эти расходы в тарифах и за счет каких целей. То есть нам это будет доведено. Теперь о сроках. К декабрю текущего года потребители для себя должны определиться, нужно ли им перепрограммирование или нет. В 2015 году ресурсоснабжающей организации или управляющая компания оповестит всех, когда этим будут заниматься в каждом конкретном доме. И внимание, до 1 января 2016 года все нынешние тарифы, в том числе праздничные и выходные дни, будут оплачиваться как прежде. Т1, Т2 снимайте, у вас двухтарифный прибор учета, он будет действовать, пока вы не определитесь и не решите, остаетесь ли вы на двухтарифном или переходите на однотарифный режим расчета с бытовой компанией. Дальше смотрите, вот вы Т1, Т2 списали, заполнили, вам или управляющая компания, или если у вас прямые расчеты ресурсоснабжающей организации, доведет время, когда, ну например, это будет какой-нибудь там ноябрь месяц 2015 года, когда вам надо четко определиться. Либо вы переходите на тариф, дифференцированный по зонам суток, либо вы переходите на однотарифный режим расчета. Для того, чтобы оставаться на однотарифном режиме расчета, делать ничего не нужно. В случае, если заявка на перепрограммирование не будет подана, с 1 января 2016 года потребитель автоматически останется на одном тарифе и будет вписывать в квитанцию суммарные показания. Спасибо.